Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Поболтаем, да, на тему пиратиков, акробатиков. Знаете, не смотрела я все видосы, которые Нинка выпускает, но я никогда не смотрю их все. Бывает, что мельком так, знаете, промчусь, но и то, ребят, не хватает у меня терпения даже каждый видос посмотреть наполовинку, да. Начала смотреть самый первый с утра, где Нина опять сверкала своими ногами. Слушайте, достала она уже показывать эти ноги, не хватило у меня никаких нервов, особенно этот свой вес, да, который якобы они наели, но не разгуляли, да, для того, чтобы растрясти килограммы, скинуть. И говорит, вот это якобы и виноватые ноги, бедные несчастные Нинкины ноги, да, прокашляла целое утро. А таки хочется сказать, Нина, прекращай курить, прекращай, а то не пьем, не курим, а все получается наоборот. Ну, в общем, хватило у меня терпения посмотреть их закупку, распаковку, как Нинка сказала, закупаем, да, мешками. И Вован выклинчил вкусняшку. И, ребят, ну, просто опять позорище, опять позорище. Опять она выставляет своего мужа, да, на посмешище. Слушайте, ну, вот где нормальный мужчина, да, здравомыслящий, уважающий себя, будет такое терпеть? Ну, только Вовчик у пиратов, да. Значит, Нинка показывает, что купили. Значит, майонезик, соусик, как обычно, как же без этого? Как же без жирненького и негодненького для питания? Ну, у пиратов это самые вкусняхи. Дальше, значит, она достает ту самую вкусняху, из-за которой прям-таки видеоролик назвала. Да, шоколадочку. Шоколадочку. И, говорит, выклинчил. Ребенок выклинчил у мамы сладкую шоколадку. Ребят, ужас. Ужас, ребят, позорище. Просто позорище. Ребенок ходит за ней в магазине и выклинчивает у нее сладенькую, да, вкусняшку. То он у нее там энергетик выпрашивает, то водичку выбирает, какую ему захочется, то сарделечки. Ребят, это ж какая низость. Вовчик, какой же ты низкий. Это сидеть на шее у женщины и выпрашивать у нее пожрать, это же какая низость для мужика. Впрочем, мне даже сложно назвать его мужиком, да. В общем, что дальше там у нас на распаковке. Значит, говорит, сынулька просил две шоколадочки, купила одну. Говорит, но я больше половины съем сама. Говорит, и я лучше буду страдать, чем ты. Вот, вот, ребят, слышали? Нинка купила эту вкусняшку для того, чтобы сожрать больше половины, да, сама. И готова даже страдать, да, страдать, чтобы не страдал только ее муженек. А дальше ароматненькие сардельки. Да, Нинка только открыла рюкзак, говорит, такой аромат, такой аромат. Ребят, что может быть вкусного в сардельках? Ну, ладно, тут понятно. Нина у нас лентяйка, да, ей ничего не хочется делать. Она бы сутками лежала. И поэтому, ну, один выход. Вовчик же любит сардельки, говорит. Вот как бы, чтобы быстро приготовить, пока Вован ходит на занятия. Да, а ходить, походу, придется на занятия ему еще долго-долго-долго. Да, там же он еще на мопед не доучился, на мотоциклетку. И еще же, что он там собрался изучать? А, еще и вождение на автомобиле. Ну, это уже, ребят, совсем смешно. И когда он доучится, совсем-совсем уже становится непонятно. И уже, знаете, потеряна вера в то, что он все-таки когда-нибудь выучится. Или на мотоциклетку, или на машинку-бибику. Ну, если только на игрушечные, да. На игрушечные я, согласна, уже, походу, отучился. А еще Нина говорит, что Вовчик провинился. Да, съел больше сарделек, чем Нинка. Ему дали зеленый свет, и все, и Вовчика понесло. Теперь придется Нинке вешать замок на холодильник, дабы не пропадали продукты. Ну, дальше у нас в закупках слива. Да, такая плотненькая-плотненькая слива в спаре. Дешевая-дешевая. Решили наши пираты на унитаз поработать неплохо. Ну, а что? Слишком много жрут, набирают вес, поэтому тут, да, тут иногда необходимо и слива. И не одна, а побольше. Дальше Нино к нам рассказывает, что купила переспелые нектарины. Да, они прям переспели, так что у них косточка разваливается. Но они, говорит, такие жесткие, что их есть можно только вот как яблоко. Нино, что ты несешь? Как они могут быть переспелые, если их надо грызть? Ну, ладно, простительно, Нинки, простительно, все. Точно так же, ребят, как и уралочки, да. Они думают одно, несут другое. Пади разбереть их, дамочек. Ой, а дальше, значит, Нино у нас бьюти-блогером заделалась. Достала из потайного, да, кармашка рюкзачка. Да, скраб, говорит, ой, корейский. Лицо такое потом классное, да, прям полирует, такой мелкодисперсный. Нина, ты давно ли сама научилась ухаживать за собой? Ну, в принципе, как ты ухаживаешь, да? Лицо натерла, намазала, свистки нарисовала диором, который уже выколупываешь последние капли, и пошла под ручку со стаканчиком и трубочкой, и Вовчиком в придачу. И дезики, ребят, даже прикупила. Чё-то как-то уже лето закончилось, Нина купила дезики. А чё раньше не покупала, что всё у Вовчика такое потнючее, что аж белое. Лето закончилось, Нинка вспомнила про дезики. И дальше Нина рассказывает, какой ароматный скраб она увидела в спаре. Ну, такой жутко дорогой, но, говорит, скрабирующий. Нина, 250 миллилитров – это тебе только одну ногу наскрабировать. Поэтому, ну, это не тебе, не твой вариант, поэтому забудь про скраб. И что тебе там скрабировать, скажи? Что там можно скрабировать? Ну, а дальше Нинка показала, чё она прикупила для своей дамочки из Амстердамочки. Да, для двух волосинок в три ряда, причём покрашенных шампуньку. Да, для окрашенных волос. Ребят, просто угар. Нин, ну, блин, ты бы уже экономила, да, на своей трубодурочке. Ну, хозяйкой намылила бы голову. И нормально, и нормально. Глядишь, и волосы гуще бы стали. А то эльсэв для окрашенных. Ну, и как же без отбеливающего порошочка. А то всё такое уже страшное, да, Нино? Заодно и труселя, и лифчики тоже отстираешь, которые трясла, да, уже нам в камеру. Ну, и наволочку, которую Вовчик всю испоганил. И которой ты тоже потрясла на весь белый свет. Короче, ребят, накупила какой-то ерунды на полторы тысячи. А мясо, говорит, ещё не покупали. Вот так вот, ребят. Говорят, денег нет, нищие. Потом деньги липнут. Потом тратим направо и налево. Но в основном на унитаз. В общем, мои хорошие, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И прежде чем с вами попрощаться, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok